Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любимой и хорошей! И как я уже говорила, я сижу две недели на карантине, почти одна неделя уже прошла, и все у меня спрашивают, чем же ты там занимаешься на карантине? Две недели на карантине, я уточняю для тех, кто не смотрел мои прежние видео, нужно сидеть, когда приедешь из России, когда возвратишься или просто приезжаешь как влюбленный или как кто-нибудь еще. Я уже нарядила елочку, у меня есть при зепе, и сейчас, сегодня, сидя на карантине двухнедельном, я хочу показать, как я разжигаю нашу печку. Вот она такая печечка, но прежде чем ее разжечь, нужно ее как следует почистить. И сейчас я покажу, как я ее почищу, как она, из чего она состоит, и как я ее разжигаю. Таких печек сейчас даже в Италии очень-очень редко встретишь, она совершенно античная. Она состоит из металла, который у нас в России тоже есть. В Италии он называется гиза, а у нас он называется чугун. Итак, поехали! Сегодня на карантине, в один из дней карантина я разжигаю печку. Ю-ху! Итак, вот это все как выглядит. У нас тут елка при зепе, кресло-качалка возле печки с таким вот пледиком, с таким вот хорошеньким, интересным, как они говорят, джеботом, но не джеботом, а малией. В общем, с таким жакетом. А вот и сама печка. Здесь у нас есть такие вот штуки, которые угли мешать или там еще что-то ковыряться. Она открывается вот так. Сейчас мы должны выгрести там всю залу. Здесь у нас тоже открывается такая штучка, чтобы лучше это все чистить. Все снимается. Здесь у нас такой поддол. Щух-щух-щух-щух-щух. Это тоже есть. Короче, сейчас я все вычищу и покажу, как она состоит изнутри. Печь, как я говорила, чугунная. Здесь вот, как вы видите, есть такие, как они говорят, форнелли. Здесь можно и жарить, и что-нибудь варить. И одна, и вторая. Так сказать, двухкомфортная печечка. Итак, поехали. Сначала мы ее чистим, потому что елка у нас красивая. И нужно еще и печку зажечь, чтобы у нас были такие огоньки натуральные. И пахло-пахло-пахло Новым Годом! Поехали! И вот я уже разобрала все оттуда внутренности. Я потом покажу, как они собираются. И вот я вычищаю оттуда всякую золу. Конечно, у кого есть цветы или огород, это замечательная подкормка. Но мы его выбросим под наш дерево, которое у нас там растет возле парковки. И так, в общем, вот так вот я пока его вычищаю. Итак, внутри я ее вычистила от всякой нашей золы. Сейчас я внутрь должна поставить вот этот вот поддон, на который мы потом будем ставить какие-нибудь дрова. Очень удобно, потому что снизу поддувает, и эти дрова хорошо разжигаются. Здесь у нас такая штучка, которую мы сразу можем поставить. Вот она так. Ну, как-то так. Раз и два. Вот. Стоит и еще вот одна такая штучка, которую мы просто ставим туда вот на поддув. Вот сюда вот ее вставляем. Вот. Вот какие-то помыли. И она у нас. В общем, вот так вот как-то так делается. Сейчас мы поставим эту штучку, которая дрова, и начнем уже ее поджигать. Вот мы собрали уже все наши детали в нашей печке. Вот эту штучку я поставила, типа она для красоты. Здесь у нас поддув, там дырочки все уже открыты. Здесь вот эта штука, которая не пускает. Не знаю, что там, для чего она сделана. Ну и, соответственно, внутри, на которой мы будем класть дрова. Итак, поехали поджигать. На самый низ мы кладем вот такие таблетки для розжига, чтобы у нас было все прям быстро-быстро загорелось. Потом мы используем листы лавровые. Очень они быстро горят. Смотрите, как это все быстро загорелось. Ну и маленькие палочки. О, маленькие палочки тоже быстро горят. Сейчас пока они разгорятся. Ну, у нас очень много листьев, потому что у нас растет целое лавровое дерево. И даже два. Поэтому этих листьев у нас немерено. Так же, как и палочек. Эти палочки тоже у нас от лаврового дерева. Поэтому запах стоит в квартире замечательно, красивый. Вот у нас лавровые листья. И лавровые палочки. И мы все поджигаем. Вот они как выглядят. Такое у нас дерево лавровое. В общем, подождем немножечко, а потом положим какое-нибудь бревнышко побольше. Как я люблю печку поджигать. У нас все красиво горит и пахнет лавровым листом. А чтобы еще больше пахло, мы еще его подбросим. Ю-ху! Целых два дерева лаврового листа. Представляете, сколько это много? Закрываем, чтобы дым не шел. И вот так вот она выглядит в горящем состоянии. Ха-ха-ха! И вот у нас получается, что и елка горит, и печка дымит. Ну, не дымит, а тоже горит. И нагревает нашу замечательную комнату. Ля-ля-ля! Ну, и вот так приблизительно горит наш печечка. И я очень люблю сидеть вот в этой кресло-качалке. Какой-нибудь фильм смотреть. И время от времени подкладывать туда дровишек. А еще мне нравится сжигать там всякую разную бумагу. Всякие вот эти вот трубочки. Туалет на бумаге очень хорошо горят. И вообще все подряд. Люблю всякие костры сжечь и печки поджигать. Это у меня просто удовольствие. Ну, еще и тепло. Вот так вот я занимаюсь. Такими вот интересными делами во время карантина. Очень хорошо она закрывается, открывается. И вот я ее всем почистила, помыла. И очень у нас такое новогоднее настроение. Печка, елка, призерпи. И новогоднего всем настроения, мои дорогие. Люблю вас всех, уважаю, обнимаю.